приветствую всех на канале кашлоу сегодня разберем акции компании асли компания которая в этом году сделала уже плюс 400 процентов буквально за несколько месяцев разберем ее акции узнаем на чем она зарабатывает посмотрим фундаментальные показатели сделки инсайдеров и ответим на главный вопрос стоит ли инвестировать в этот стартап обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк авансом а я начинаю компания fastly предлагает услуги облачной платформы которая помогает осуществлять быстрый перенос данных из приложения в облако у сети есть свой бренд мауэр защита от dos атак большое пространство для хранения контента оптимизации изображений и видео достаточно быстро у компании появились довольно известные клиенты new york times работавшие с платформой во время выборов президента сша rcs media group за это онлайн парадокс интерактив и многие другие использующие платформу для передачи стримов игр новостей видео контента и прочих вещей без потери скорости и качества собственно наличие таких крупных клиентов и привело к росту акций компании даже ведущие аналитики рекомендовали иметь акции fastly в долгосрочном портфеле акции понемногу росли прибавляя несколько процентов в год но во время пандемии многие компании перешли на удаленку и платформа fastly оказалась востребованной так как рост на облачные услуги резко вырос и на этом фоне fastly расширяет бизнес первому октября 2020 году завершила приобретение компании signal science которая продает инструменты киберзащиты обеспечивает защиту более 400 тысяч приложений компания работает в том числе и с известными брендами из разных отраслей например дата док твилио under armor и многие другие такое приобретение позволяет fastly добавить к своей платформе востребованные функции защиты данных и это может стать драйвером роста акций но 14 октября после закрытия американской бирже вышли предварительные результаты облачной компании fastly и она после этого сразу упала почти на 26 процентов руководство сообщило что самый большой клиент компании а это тикток использовал меньше чем ожидалось продукты компании и теперь им пришлось уменьшить ожидания по выручке за третий квартал до 70 и 71 миллиона долларов вместо 73 с половиной и 75 с половиной миллионов долларов которые ждали от этого клиента и почему так вышло остается только гадать возможно все дело в политической неопределенности который завис тикток сейчас идет процесс о решении продажи западного подразделения американским корпорациям а полноценный отчет fastly выйдет 28 октября до этого момента неопределенность но в целом акции fastly в этом году показывают мощный рост и давайте теперь обратимся к фундаментальным показателям и перейдем на сайт guru focus первое здесь что бросается в глаза это отрицательные показатели маржинальности и рентабельности выручка в компании все же есть но чистая прибыль пока отрицательная и за девятнадцатый год она чуть ли не вдвое больше чем за предыдущий однако кэш компании имеется долги совсем незначительные по на есть здесь невозможно посчитать так как компания пока не зарабатывает все ее финансовые потоки отрицательные текущая прибыль на акцию минус 55 центов а в 2021 году по прогнозам аналитикам 0 долларов 0 центов а в 2022 году всего лишь 6 центов на акцию то есть аналитики считают что для компании 2021 год будет прорывным я думаю что все будет зависеть от менеджмента и команды как они видят компанию через 35 10 лет что они для этого будут делать посмотрите на прогнозы аналитиков их не так уж и много да и не уверен что они зная финансовое положение компании могут так далеко построить прогнозы но тем не менее аналитики дают самый высокий прогноз это 100 долларов за акцию а минимальный в районе 51 средний чуть выше 83 долларов и здесь можно сказать что текущая цена по мнению аналитиков справедливо и вообще трудно проанализировать данный стартап за два-три года деятельность но можно посмотреть что делают инсайдеры у инсайдера должно быть куда больше информации я настроил фильтр по компании вас ли оставил покупку и продажу акции и что мы видим одни сплошные продажи и обратите внимание что инсайдеры выходили из компании в основном диапазоне 80 90 долларов за акцию думаю что все они даже не предполагали что бумаги могут вырасти до 130 долларов за акцию смотрите продавали и в октябре и в сентябре никто не покупал вот только 26 05 серьезная покупка была большой объем акции но видите за какую цену 41 доллар но если мы отфильтруем по этому фонду то увидим что акции фасли они покупали по 19 и по 14 долларов за акцию также при анализе данной компании мне попадалась информация что что крупный фонд аркей инвест покупал акции фасли более 30 тысяч штук на сумму 27 миллионов долларов но к сожалению я не нашел никакой официально подкрепленного документа если вы знаете где можно посмотреть обязательно напишите теперь давайте посмотрим на график движения цены я тут отметил желтой линии это движение от тренда тренд растущей синей линии зона поддержки но она же здесь и зона сопротивления мы видим что цена как бы далеко не уходила но все же она достаточно часто к этому значению возвращалась и инсайдеры продавали акции в районе этой границы но мы можем здесь отметить этот диапазон цен выходов было очень много и все они были где-то в этом районе если цена пробьет данную линию то по моему мнению путь вниз открыт ближайшее сопротивление это отметка вот здесь 49 50 долларов но конечно это далеко не факт то акция так может сильно упасть ее могут выкупить и раньше но по тех анализу мне кажется что сейчас не лучшее время для покупки так как на мой взгляд есть еще куда падать а каких-то драйверов роста я здесь не вижу и что делать дальше будут ли акции расти стоит ли их приобретать с одной стороны что касается клиентов я согласен с мнением что рабочие моменты во многих фирмах уже настроены на дистанционный формат взаимодействия и переход на очный формат будет весьма болезненным и даже затратным соответственно рост акций должен продолжаться и дальше даже при отсутствии угрозы коронавируса получается сейчас довольно неплохая цена входа а с другой стороны если оценивать компанию по фундаментальному анализу то посмотрите на мультипликаторы на выручку это очень перегретая бумага и на мой взгляд на рынке техов найдутся более перспективные активы которые уже хорошо себя зарекомендовали но в то же время хочется поверить в компанию и заработать несколько иксов прибыли но тут нужно быть довольно осторожным инвестировать не более 1 2 процентов от всего портфеля и помнить что это инвестиции в стартап который на текущий момент убыточным а прибыль возможно будет только в 2022 году также не стоит забывать что стартап может легко размыть долю акций на рынке прибегнуть доп эмиссии не факт конечно что это будет но нужно быть готовым на данный момент я не готов приобретать акции фасли даже по цене 80 долларов за акцию обязательно напишите в комментарии если у вас акции данной компании за сколько вы их приобретали а мне на сегодня все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайк